Земельный участок, на котором находился бывший республиканский стадион, может быть продан Соединенным Штатам Америки по цене ниже рыночной. Решение принято парламентом на заседании 30 мая. Поправку внес депутат от ПДС Адриан Кептанар. В парламенте ее окончательно утвердили на следующий день после визита государственного секретаря США Энтони Блинкина в Кишинев. Так, согласно поправке, в статье 2 текст по цене, которая не будет ниже рыночной цены, заменен текстом по договорной цене, которая не будет ниже расчетной стоимости для целей налогообложения, внесенной в реестр недвижимого имущества кадастровой стоимости. По словам депутата от ПДС, в ходе обсуждений с американской стороной возникли трудности и в контексте выполнения правительством задач, предусмотренных в измененном законе, где установлено, что именно оно несет ответственность за определенные стоимости реального имущества, и впоследствии переговоры о цене с американской стороной имеет определяющее значение в качестве обязательного минимального ориентира. Попытки правительства определить стоимость недвижимости дали неубедительные результаты с приблизительными значениями, которые варьировали в слишком больших пределах, чтобы служить надежным ориентиром для переговоров о цене имущества с американской стороной. Чтобы найти надежное альтернативное решение, которое способствовало бы выходу из этого положения, предлагается посредством данной поправки установить другой минимальный порог. Гораздо более определенные подающиеся проверки, а именно с расчетным значением с целью налогообложения соответствующей недвижимости, зарегистрированной в реестре недвижимости, заявил Кептанар. Поправка была предложена в рамках инициативы о внесении изменений в таможенный кодекс и закон о природном газе. Правительство дало положительное заключение. Напомним, в 2022 году США и Молдова подписали меморандум соглашения об инициировании процедуры продажи бывшего республиканского стадиона для строительства нового здания посольства США в Кишиневе. В апреле этого года было объявлено, что земельный участок бывшего республиканского стадиона площадью 5,2 гектаров в центре столицы может быть продан США примерно за 15 миллионов евро. Решение о продаже земли под строительство посольства США в Республике Молдова было принято 11 июня 2019 года правительством Павла Филиппа и реализовано правительством ПДС. Ранее многие деятели искусства, активисты, представители гражданского общества и оппозиционные партии выразили недовольство в связи с продажей земли, объясняя это отсутствием прозрачности и разрушением исторических памятников. Власти заявили, что речь не идет об историческом памятнике, а о заброшенной земле, отметив, что посольство США взяло на себя обязательство сохранить ворота бывшего стадиона и заявило об инвестициях в этот проект на сумму более 250 миллионов долларов.